В преддверии светлого праздника Пасхи на полках магазинов появляется множество разнообразных куличей. Многие все же отмечают, что они уступают домашней выпечке. Она и ароматнее, и дольше остается свежей. Наша съемочная группа вновь побывала у Эльвиры Сверчевской, чтобы узнать секрет приготовления вкусного домашнего кулича. Сколько не смотришь рецепт, то все равно каждая хозяйка корректирует, добавляет по своему. Я тоже не упустила такой возможности, потому что я люблю экспериментировать. И добавила, в общем, доработала этот рецепт. Мне очень понравился. Здесь изюм, здесь мой любимый апельсин, цедра апельсина, орешки. И добавила еще корицу в тесто. То есть насыщенный, тонкий, в общем, настолько вкусный рецепт советую испечь и попробовать хозяйкам. Пасхальный кулич – это сдобный хлеб, как правило, приготовленный из дрожжевого теста. Эльвира подсказала нам лайфхак. Рецепт можете выбрать любой, который вам по душе. А чтобы тесто быстрее подошло, можно поставить его в духовку, нагретую до температуры 50 градусов, пока не поднимется. Тогда время сократится почти втрое. Дорогие хозяйки, если вы хотите, чтобы ваш кулич получился красивого, насыщенного желтого цвета праздничного, добавьте чайную ложечку куркумы. А вот завершающий этап украшения – полный полет фантазии. Традиционно используется глазурь разных цветов, различные посыпки и даже спецдекор. Ни одного одинакового кулича не будет. Все будут украшены эксклюзивно. Слово «Пасха» греческого происхождения, которое означает «избавление». В сознании христиан этот главный церковный праздник является символом жизни, всеобъемлющей любви и прощения. Любви к тем, кто нас окружает, со всеми их достоинствами и недостатками. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.